Человек венец эволюции и, предположительно, самое умное существо во вселенной. Это, конечно, круто, но иногда чувствуешь себя одиноко. Наверное, именно поэтому некоторым так нравится придумывать мифы про внеземные цивилизации и высокоразвитых инопланетян, а другим не терпится создать конкуренцию человеческому интеллекту. Мощнейший искусственный интеллект! Если при словосочетании «Искусственный интеллект» вы представляете себе робота Валли или Робина Уильямса из фильма «Двухсотлетний человек», вы стали жертвой распространенных заблуждений, сформированных кинематографом. На самом деле наши смартфоны, компьютеры, поисковые системы – все это и есть искусственные интеллекты, однако они достаточно примитивны и уж точно не способны сравниться даже с самыми глупыми людьми. Впрочем, у них есть и свои преимущества перед нами. За секунду производить математические операции с 16-значными цифрами – запросто. Виртуозно играть в шашки, шахматы, покер? Пожалуйста! Шахматный суперкомпьютер Deep Blue выиграл несколько партий у чемпиона мира Гарри Каспарова еще в 90-х. Но как научить компьютер шутить и понимать шутки? Извлекать цены опыты своих ошибок? Как привить компьютеру ассоциативное мышление и воображение? Как бы ученые не бились, искусственный разум до сих пор не может служить человеку полноценным собеседником. Не говоря уже о том, чтобы вызывать романтические чувства, как это случилось с Хакином Фениксом и его чудесной интеллектуальной программой, говорящей голосом Скарлетт Йоханссон. Почему же это так сложно? Прежде всего стоит заметить, что наш мозг крайне экономичная и мощная штука по сравнению с любым искусственным мозгом. При весе от 1 до 2 килограммов он вмещает в себя около 85 миллиардов клеток нейронов, позволяет нам мгновенно анализировать визуальную, тактильную, любую другую информацию, и потребляет всего 20 ватт энергии. Для сравнения, самый мощный в мире китайский суперкомпьютер Тяньхэ 2 примерно в 3 раза превосходит мозг по скорости вычислений в секунду. Но эта штуковина занимает 720 квадратных метров, потребляет 24 мегаватта электроэнергии и стоит 300 миллионов долларов. И даже он, увы, не сможет, скажем, обсудить с вами киноновинки. Вы когда-нибудь задумывались, почему бот-фильтры на сайтах представляют из себя всего лишь несколько цифр, написанных замысловатым шрифтом, которые нужно перепечатать? Ну что это за роботы, которые не могут переписать цифры? Однако дело не в том, что интеллектуальные программы глупые. Это просто наш мозг слишком крут и малоизучен. Тогда о чем мы тут рассуждаем? Может, мощный искусственный интеллект только мечты? Скорее всего, нет. В 2013 году философ и профессор Оксфордского университета Ник Бостром попросил экспертов спрогнозировать год появления по-настоящему суперинтеллектуальной машины. И хотя ученые до сих пор не нащупали правильного подхода, который позволил бы им создать такую машину, результаты опросов показали, что даже самые пессимистически настроенные из них полагают, что мощный искусственный интеллект будет изобретен уже к 2075 году. Дело в том, что темп научно-технического прогресса постоянно растет. Многие из нас помнят огромные черно-белые телефоны с антеннами. Всего каких-то 15 лет назад они считались статусной вещью, а сегодня их не используют даже для открывания пивных бутылок. Однако в каком-нибудь 16 веке ничего подобного не происходило. За 15 лет мир человека менялся самым незначительным образом. Американский футуролог и изобретатель Реймон Курцвейл назвал это законом ускоряющейся отдачи. Более развитому обществу требуется все меньше времени для прогресса. Но вернемся к нашим искусственным интеллектам. Допустим, мы поверили, что интенсивное развитие прогресса позволит нам побеседовать с компьютером на философские темы уже в 2075 году. Но как именно будет создана такая машина, есть три возможных пути. Первый. Спародировать мозг. То есть создать совершенно идентичный цифровой слепок человеческого органа центральной нервной системы. Однако для этого нужно в точности воссоздать всю нейронную сеть. А нейронов, как мы помним, в мозге около 85 миллиардов. В общем, достаточно хлопотная предстоит работенка. Второй путь. Вдохновиться тем, как крут наш мозг, и попробовать воссоздать процесс эволюции путем скрещивания программного обеспечения самых умных компьютеров. Тут тоже есть свои минусы. В нашем случае эволюция заняла, мягко говоря, немало времени. И нет основания предполагать, что компьютеры будут умнеть намного быстрее. И третий, самый утопический вариант. Создать систему, которая сможет совершенствоваться в заданной области. То есть в области развития своего интеллекта. Если сейчас в вашей голове снова зазвучал нежный голос Скарлетт Йоханссон из фильма «Она», и вы окончательно перестали верить в то, что доживете до мощного искусственного интеллекта, самое время порадовать вас новостью. Ученым уже удалось создать цифровую модель мозга червяней Матоды. В нем, правда, всего 302 нейрона. Но если Реймонд Курцвейл окажется прав, согласно закону ускоряющейся отдачи, гораздо более масштабное открытие не заставит себя долго ждать. Ну ладно, ладно. Мне один пикмак, пожалуйста! Пара-па-па-па-па!